Всем привет! Небольшой бонус. В дополнение ко всему, что мы уже прошли, хочу немного рассказать об инструменте текста и как с ним работать, потому что достаточно важная такая история и явно будет сталкиваться с анимацией текста в дальнейшем. Поэтому давайте покажу некоторые моменты. Итак, у меня есть, например, слой текста. Я как-нибудь что-нибудь здесь напишу. Например, да. И давайте раскроем наш слой текста, посмотрим, что у нас тут есть. У нас есть обычные трансформации, как у любого слоя, и есть непосредственно настройки самого текста. Есть вкладочка Анимейт, в которой находятся дополнительные параметры, которые мы можем, как и в случае с шейпами, применять к тексту. Давайте по основным. Anchor Point, Position Scale и так далее. Все это можно применять непосредственно к тексту. И чаще всего я лично пользуюсь Position. Давайте перекинем его. И можно анимировать вот так Position, например. Вот, текст выползает. Плюс того, что вы анимируете текст с помощью Position, скажем так, именно непосредственно самого текста, а не слоя, в том, что вы всегда можете дорисовать маску, и она не будет у вас ездить вместе с анимацией текста, потому что, опять же повторяется, это анимация не всего слоя, а анимация непосредственно элемента текста. Вот, так просто и несложно можно сделать быстрые титры. Давайте маску удалю. Также мы можем с вами добавлять здесь Scale, можем добавлять Скос, Поворот, Прозрачность. Давайте как раз добавим Прозрачность. И на ее примере покажу, как работает Range Selector. Он работает со всеми эффектами, которые я только что перечислила, точно так же, поэтому аналогия будет, думаю, понятна. У нас есть Start и End, и мы можем с вами проявлять с одного конца текста или с другого, с кого вам больше нравится. Могу это дело все заанимировать, и если вам нужен какой эффект, допустим, проявление по буквам, то можно легко и не слишком сложно использовать opacity для этого. Кроме того, у нас есть с вами Offset. Здесь принцип такой же, как и с Stream Pass. Просто выбираете начало, выбираете конец, выделенной области, и можете это все дело сдвигать, то есть как вам нравится. Дополнительно все это тоже можно анимировать, но старайтесь не перебарщивать, скажем так, с анимацией. Давайте посмотрим еще вкладочку Advanced. Здесь гораздо больше настроек. Да, и из того, что важно. Изначально у вас стоит режим Characters, это значит, что по буковке будет применяться тот или иной эффект. Вы можете здесь менять на слова, видите, да, по буквам, не по буквам, а по словам появляется, либо на целые линии, да, на целые строки. То есть как вам больше нравится. Можно это все дело изменять. Дальше. Режимы отображения. Пользуюсь ими крайне редко, на самом деле. Как правило, стандартный Add, его более чем достаточно. Command, степень проявления. И здесь интересный такой следующий режим, скажем так, как именно будет это все дело проявляться. Возможно, с каким-то затуханием или наоборот, без него, как сейчас, можно поменять, скажем так, эти режимы. Давайте вот, минус 100, 100. И вы видите, да, что у меня уже не по букве проявляется, а с таким небольшим затуханием. Сейчас я еще покажу на позишине, как этот режим работает. Но в целом можете поиграться с режимами проявления этих трансформаций, как вам больше нравится. Давайте поставим стандартный. Здесь также можно редактировать, насколько далеко будет это проявление, насколько оно будет жесткое или плавное. Easy high, easy low. Все это дело можно тоже покрутить. Ну и рандом, конечно, естественно, рандомно проявляются либо буквы, либо слова, либо строки. То есть в зависимости от того, что вы выбрали. Я хочу показать вам еще один небольшой пример с позишином. Давайте минус 150, например. Откроем range selector и поставим Включим минус 100, 100. Чтобы он у нас так анимировался. И во вкладочке advanced давайте поменяем shape, чтобы у нас с вами была такая волна, чтобы не четко, ровно все у нас опускалось, поднималось вверх-вниз, а было такое небольшое затухание. И давайте сгладим это все. Easy high 100 поставлю. Есть. Аниматор 1, где лежат у нас все range selector, лежит position, все вкладочки с шейпами. Давайте переменуем в position main. Сдублируем. Сдублируем. Ctrl D. Давайте развернем. И здесь немножко поднастрою position. Давайте посмотрим на 50. И поднастрою еще затухание. Изи high, изи low. Таким образом мы добавили с вами два аниматора. Они оба выглядят немножко по-разному. Оба друг на друга взаимодействуют, с друг другом взаимодействуют. И у нас получается такая интересная волна, да, текст у нас выпрыгивает. Можно поэкспериментировать с значениями position, чтобы это была более экстремальная, скажем так, такая волна. Можно оставить так, то есть полностью как вам нравится. Кроме position все эти приемы работают, как я уже говорила, с другими параметрами, поэтому в любой момент я могу сюда докинуть еще, например, rotation. Допустим, выбираю свой post main property. И здесь вот есть rotation. Давайте его докинем. И я скажу, например, минус 60. Давайте 60. Текст у меня прилег, но это не страшно. Я хочу, чтобы он у меня проворачивался, поэтому я скопирую свой rotation, ctrl-c в position main tool, да, во второй аниматор. И здесь просто сделаю минус 60 в обратную сторону. И таким образом у меня уже настроенный offset, у меня настроена, скажем так, вся анимация. Я просто добавляю нужный мне параметр, и у меня анимация становится чуть сложнее, чуть интереснее. Все то же самое можно сделать и со scale, и со скосом. Ну, думаю, принцип по логике. Здесь главное самостоятельно все дело проклацать, понять как, что, с чем связанное, на что влияет. Основной посыл такой. Можно дублировать эти аниматоры, переименовывать их, комбинировать и получать классные эффекты. Но кроме тех свойств, которые у нас есть, да, которые мы можем перекидывать и анимировать впоследствии, у нас еще есть такой интересный момент, как wiggles. Сейчас давайте его похожу на примере scale. Вот я добавляю scale, и здесь можно добавить property, а можно добавить selector, и вот он wiggly selector. Что он делает? Если я немножко поменяю, допустим, свой scale, то таким образом я дам понять своему selector, что здесь нам нужен такой рандомно сгенерированный паттерн движения, да, что мне будет рандомно все это дело шевелить. В данном случае по scale, был бы у меня здесь rotation, давайте добавим property, добавим rotation и тоже его как-то наклоним. У меня уже добавляется поворот рандомно. wiggle здесь, в принципе, работает так же, как и когда мы смотрели шейпы. Помните, там у нас был тоже wiggle transform. Здесь можно тоже все дело настраивать. Я люблю, кстати, добавлять это все на прозрачность. Вот, ну, здесь кому как больше нравится. Опять же такие режимы, можно посмотреть, как что работает. Ну, я, как правило, не меняю здесь режим, а составляю как есть. Max amount, minimum amount, это все можно заанимировать, чтобы у нас, допустим, wiggle. Проливайте все вновь, чтобы наш wiggle просто прекратился, да, то есть какое-то время что-то пошевелилось и затем замерло, если вам нужно выйти из этого состояния. Опять же, режим того, что у нас будет шевелиться, да. Вот, например, сейчас будут отдельно слова. Давайте это уберу. Слова целиком. Ну, опять же, линии можно, то есть кому как больше нравится. Мне сейчас подойдут просто characters. Отлично. Количество дребезжаний в секунду. Чем их больше, тем, естественно, у вас будет более дерганное движение. Давайте уберем. Параметр correlation, опять же, я без понятия на что он влияет. Ну, если вам хочется как-то подкорректировать движение, можно его покрутить. А вот temporal phase можно как бы промотать движение, посмотреть, с какого момента вы хотите начать и так и оставить. В общем, как и следующий параметр, они, на мой взгляд, идентичны на самом деле. Random seed, естественно, генерирует целую гору вам движений. Вы можете выбрать, какое вам больше нравится, и с такого и стартовать. Ну, и последний параметр, который здесь тоже очень важен. Lock dimensions. У вас будет пропорциональное искажение, если мы говорим про scale. Про scale это очень важно. Потому что сейчас вот без пропорционального искажения, да, у нас буквы сжимаются, разжимаются, и они очень сильно деформируются. Не всегда это выглядит опрятно, не всегда это то, что хотелось бы получить. Поэтому, если причислить эту кнопочку on, то графика не будет так искажаться, не будет так хаотично шевелиться. В общем, можно накидывать wiggle куда угодно, на любой параметр, все дело комбинировать, как вам нравится. Принцип здесь, как видите, очень похож на тот, какой был в shape, когда мы смотрели вкладку add у shape. Ну и последнее, что я хочу показать, еще один эффект, связанный с текстом. Допустим, у меня есть какой-нибудь solid, как-нибудь он там называется, и у меня есть маска, предположим. Я иду в эффекты, пишу текст, и здесь есть паз текст. Давайте его применим. У вас попадает такое окошко, где можно выбрать гарнитуру, можно выбрать начертания, и можно написать непосредственно текст. Давайте говорим окошко. И у нас появляется такая форма, такие усы. Мы можем с вами эту форму редактировать, согласно тому, какая у нас графика, какая задача стоит. Мы можем выбирать несколько режимов, да, у нас есть безе, есть круг, есть линия, а можем выбирать с вами рандомный, даже не рандомный, а уже заготовленный путь, который у нас с вами есть. В данном случае это вот эта маска. Давайте я, кстати, как-нибудь искажим. Вот, например, так. И здесь могу вот выбрать custom path, mask 1. Все. И таким образом наш текст становится по этой маске. А что здесь интересненького? Ну, давайте, конечно, я могу поменять обводку, могу поменять заливку текста, я могу поменять размер текста. Tracking – это межбуквенное расстояние. Все дело можно еще и амминировать. Кернинг у нас так, текст немножко уезжает. Ну, я обычно пользуюсь просто трекингом, мне, в принципе, его более чем достаточно. Наклон, да, какой нам больше подходит. Вертикальный, горизонтальный. Ну, я скажу сразу. Все вот эти искажения текста могут быть, могут выглядеть как элементы, скажем так, арт-проекта. Сейчас модно достаточно. Но, если мы говорим о коммерческой анимации, где это explainer какой-то, какая-нибудь, не знаю, анимация для рекламы в Instagram, Facebook или еще что-то около того. Ну, такая достаточно обычная, повседневная, которую чаще всего попросят. То я вас предупреждаю о том, что вот так вот текст лучше не делать, по таким путям его лучше не водить, потому что это выглядит неопрятно. И это стилистически должно быть очень сильно обосновано. То есть это должно быть не просто потому, что так получилось, и вам понравились эти ключи, и вы просто поставили, и на этом все. Нет, это должна быть определенная стилистика, определенная задача. Поэтому будьте, пожалуйста, аккуратны с этим моментом. Просто я показываю кнопки, что за что отвечает, но вы все-таки смотрите, какая у вас конкретная задача стоит. Ну, выключка лево-право-центр, думаю, здесь понятненько. Можем с вами все дело смещать. То есть отступ, да, какой у нас. У нас line spacing нет, потому что у нас нету строк никаких. Ну и можем все дело сужать. Здесь не очень красиво, видите, отображается, потому что форма такая достаточно кривая. Но в любом случае вы можете выходить за ее пределы, можете наоборот стремиться, скажем так, внутрь. То есть в зависимости от того, какая стоит задача. Здесь есть еще одна интересная такая вкладочка, jitter settings. И она чем-то похожа на wiggle. Если мы с вами добавим немножко значений для rotation, для просто position, даже для scale, то у нас автоматом будут такие а-ля живые буквы, будут автоматом они заанимированы. Вот. Интересная штука, на самом деле, забавная. Но опять же, она интересная поиграться, но стилистически это все должно быть обосновано в вашей анимации. То есть как вы это все впишете и куда вы это все впишете. Ну и последняя кнопочка, которую я оставила, скажем так, под конец, это reverse path. Можно не только во внутренней части вашей формы писать текст, но и чтобы он располагался с внешней стороны. То есть как вам больше нравится. Orientation, естественно, поворот. Ну, здесь уже более-менее интуитивно понятно. Это основные моменты по тексту. В принципе, я скажу от себя. Я пользуюсь, я практически не пользуюсь path-текстом вообще. Очень-очень редко. В основном я пользуюсь стандартными настройками текста, да. Добавляю какие-то property, какие-то свойства для анимации. Чаще всего это либо position, либо opacity, как ни странно. Делаю что-то похожее на вот эту вещь, которую я показала в самом начале. Вот. Либо же просто вообще минимальный такой position, минимальная opacity, очень-очень скромная анимация. Потому что на текст, не знаю, если мы говорим о анимации, именно ролики анимированные, да, то там текст, как правило, не так фигурирует. Там инфографика фигурирует, там фигурируют персонажи и так далее. Поэтому на текст я, как правило, не так много трачу времени и усилий. Кроме того, в интернете целая гора пресетов. Вы можете видеть у меня огромную библиотеку заготовок под анимацию текста. Например, давайте покажу. Вот. У меня есть просто текст. И я говорю, например, какой-нибудь такой эффект. И у меня уже я просто полклика сделала анимацию. И ничего не надо настраивать, ничего не надо переделывать. И здесь просто целая тьма этого всего. То есть вообще можно скачать и сильно не переживать за текст. В принципе, этого более чем достаточно. Но опять же, все равно все это можно напрятить самостоятельно. Просто потратите побольше времени с настройками аниматора. В общем, на этом все. Про текст я рассказала. Я думала, что основные моменты вы получили. Основные инструменты я показала. Дальше дело за вами, за экспериментами, за вашим творчеством. Домашки здесь нет. Это просто такой бонус. Важная достаточно тема, которую я вам должна была рассказать. Поэтому на этом у меня все. Всем спасибо. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok